Приветствую, друзья! Вот, говоря о вчерашнем ролике, когда мы со Светланой Беспаловой говорили о том, что как люди привязаны к телефонам, к интернету, и как можно как раз-таки восстанавливать свою внутреннюю гармонию и отвязываться, если вам нежелательно быть привязанным, чтобы не превращаться в инструмент, придаток для интернета или телефон. А здесь я как раз хочу сказать о том, что как важно всё-таки, что интернет развивается, потому что мы сегодня можем знать такое, и Светлана говорила об этом, что она в библиотеке смотрит по интернету, много смотрит по искусству, по культуре, по информации. Да, вот это вот выборочное восприятие. То есть мы здесь используем интернет, используем телефон как инструмент для нас. Вот в этом смысле. Вот, например, Гоголь не мог использовать интернет, и, к сожалению, не мог узнать о том, что сегодня знает каждый студент, каждый школьник. Например, вот сегодня известно, что Гоголь страдал, например, у него были перепады настроения, сегодня доктор бы ему порекомендовал какие-то, ну, допустим, лекарства, а может быть, я бы порекомендовал ему использовать синхрогимнастику по методу ключ. Вот Гоголь не знал о том, что то, что он очень любит готовить, и то, что он в Риме в этой тёплой погоде делал, допустим, макароны итальянские, эту пасту так называемую. А с другой стороны, он же жаловался на то, что вот он писал своему другу, что он самой благородной частью тела называл свой желудок, и при этом постоянно жаловался на пищеварение из письма другу. Желудок мой гадок до невозможной степени, и отказывается решительно варить. Да, ну и так далее, и так далее, что он писал своему другу о том, что как он мучается этим. Был бы интернет, он бы знал, что вот эти самые макароны, которыми он кормил потом своих друзей, недоваренные тоже, которые он так вкусно делал, что они ему сокращают жизнь. И когда он там писал о том, что как он поест, у него такое ощущение возникает, что на него надвигается колпак, который не даёт ему думать, так вот же оно. С одной стороны, нервная система, с другой стороны, ест не то, что можно ему по его организму. Мучили его. А сегодня человек может посмотреть в интернете, многое узнать и увидеть наш синхрометод ключ, синхрогимнастику ключ, подобрать себе действия, снимать лишнее напряжение. Мы бы сохранили Гоголя. И мы бы сохранили сегодня много актёров, много писателей, которые бы это знали. Так что вы распространяйте, друзья, наши ролики, потому что наша школа «Человек будущего» Homo Futurus за то, чтобы был мир и в душе, и между организмом, и сознанием, и между людьми, и в человечестве. Чтобы больше было мира, меньше было кризисов и войн, и меньше людей нуждались в лекарствах. И меньше попадали под автомобили. А раньше попадали под гонки. Вообще, знание – это сила, между прочим. Ведение. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok